Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС, в студии Татьяна Ионкина. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Друзья, привет всем! Привет! В Десногорске стартовал онлайн-проект «Реальный атом», организованный госкорпорацией «Росатом». Самая главная работа в жизни – это защищать Родину. Патриотический форум атомщиков объединил подростков из России и Беларуси. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». На сегодня 25 блоков находятся в работе. Мощность в работе 18 180 мегаватт – это 98,3% от плана. Выработка составляет 99,6% от плана. ФСТ или в цифрах – 97,611 миллионов киловатт-часов. Текущий кюм – 82,68%. На Смоленской АЭС в работе два энергоблока общая мощность составляет 1975 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. С 5 июля 2016 года энергоблок номер 3 Смоленской АЭС выведен в плановый капитальный ремонт. В соответствии с поданной заявкой ремонт продлится до 25 августа. За 5 дней июля энергоблоки Смоленской АЭС выработали 208 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Всего с начала 2016 года выработано более 11 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Известный видеоблогер Дима Масленьков посетил город в рамках тура по атомным городам. Провел отборочный тур и помог молодежи в создании конкурсных видеоисторий о Десногорске. Блогер признался, что посещение Десногорска полностью изменило его мнение об атомных городах. Честно говоря, я не знал, что в подобных водохранилищах можно купаться. Я такой, подхожу, я просто вечером приехал, мне ничего не рассказали, я подхожу к водохранилищу и думаю, классно водохранилище, но я понимал, ручку опустил, оно тепло. Я понял, где собака порылась, где креветки водятся, я бы сказал. И только потом мне объяснили, что данное водохранилище абсолютно с экологической точки зрения безопасно, можно купаться, ловить. Город невероятно крут, тут все оккультурено, прям дорожки посвечены, переходы и так далее. Мне лично понравилось. В информационный центр Смоленской АЭС «Нитрино» на встречу с видеоблогером Димой Масленниковым пришло около ста юных десногорцев. Большинство из них заранее отправили свои видеопредставления города на конкурс и с нетерпением ждали мнения авторитетного жюри. Видеоблогер дал ряд практических советов по проведению качественной съемки, монтажу видео, рассказал, как продвигать ролики в сети и набирать наибольшее количество просмотров и подписчиков на интернет-каналах. Никто из ребят не остался без фото на память со звездой интернета. Суть проекта «Реальный атом» заключается в создании видеороликов об атомных городах, их особенностях и достопримечательностях. Авторы лучших сюжетов смогут претендовать на главные призы – зеркальный фотоаппарат и приглашение в Москву для участия в финальном ток-шоу с руководителями госкорпорации «Росатом». Победителями отборочного тура в Десногорске стали Ольга Злачевская, Юлия Леонова и Яна Денисенко. Мы рассказали о мифах и легендах Десногорска, которые ходят про наш город. Некоторые развеяли, некоторые подтвердили. Я сам занимаюсь видеоблогингом, и мне это нравится. Я хочу поинтересоваться этим и купить себе новую камеру, и новый штатив, например, и зеркалку. Решила попробовать себя, все-таки какая-то возможность, шанс на это хвататься, делать, монтировать, идти вперед, продвигаться, показать себя, может быть, как-то узнать новое. Пять финальных роликов будут претендовать на победу в «Реальном Атоме». Ознакомиться с видеоматериалами конкурса можно в группе «Реал Атом 2016», в социальной сети ВКонтакте и на ресурсе YouTube по тегам «Реальный Атом» и «Десногорск». Девятый военно-патриотический слёт Отечества объединил 67 подростков из Соснового Бора, Ленинградская область, Десногорска, Смоленска, Ершичей и города-побратима Чаусы, Республика Беларусь. За 10 дней юные патриоты прошли настоящий курс молодого бойца, узнали о лучших исторических примерах героизма и любви к родине, и стали единой дружной командой. Организаторами слёта выступили администрация Смоленской АЭС, профсоюзный комитет и объединение молодых атомщиков станции. Задача, которую мы ставили перед слётом, патриотическое воспитание, физическая закалка вас, будущих защитников родины, подрастающего поколения. С этими задачами наш слёт успешно справится. В палаточном лагере слёта царила строгая дисциплина и распорядок, максимально приближённый к армейским будням, под руководством опытных наставников, активистов организации молодых атомщиков Смоленской АЭС и инструкторов, юные патриоты осваивали навыки обращения с оружием, упражнялись меткости стрельбы, учились ходить строевым шагом, преодолевать полосу препятствий, изучали приёмы самообороны, осваивали азы скалолазания с элементами альпинизма на искусственном скалодроме, сдавали нормы ГТО. Десногорец Владимир Ерофеев уже не первый раз участвует в военно-патриотическом слёте. В этом году ему доверили командовать одним из отрядов. Больше всего меня привлекает в этом слёте дружба всего. То есть весь слёт – это как бы, можно сказать, дружба, для дружбы всё время сделано. Подкрепить патриотические навыки и просто любить свою страну. В слёте принимали участие даже девчонки. Разборка, сборка автоматов. Больше мне нравится стрельба, скалолазание. Я в дальнейшем пойду по военному. За время, проведённое в военно-патриотическом лагере, девчонки и мальчишки приобрели необходимый жизненный опыт, закалили характер, проверили себя на стойкость, выносливость и дружбу. На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова